Всем привет, друзья! Обычно я очень редко рыбачу с лодки, в основном с берега, но сегодня у нас будет рыбалка на лодке. Обычно я это где-то делаю осенью, когда хищника ловлю, но сейчас как раз середина сентября самое время. В последнее время у меня там что-то моторчик дурил, хочу сегодня его проверить, ну заодно и рыбку половлю. Я уже на реке в лодке, проверил моторчик, ну вроде работает более-менее. Но есть у меня проблемы сегодня с рыбалкой, то что у меня сломался полностью эхолот, ему уже больше 25 лет, в общем, пришел негодность. А без эхолота, конечно, здесь по глубинам, по ямам, по ровкам очень трудно ловить, потому что рельеф меняется каждый год и точки, которые когда-то работали, их может просто уже не быть. Поэтому, скорее всего, буду сегодня ловить в прибрежной зоне. Ну там вот проверю несколько, по дороге вот, когда буду плыть вверх по течению, по дороге проверю несколько старых точек, ну а потом, наверное, вдоль берега плавлю. В общем, надо начать, а там видно будет. Бросил якорь на точке, где я когда-то ловил что-то. Попробую здесь, сейчас спинник разложу. Но меня удручает то, что по воде плывет вот эта опять пена, слизь, вот эта грязь. Вот когда так бывает, то не клюет рыба. Уже вот регулярно такая вот гадость плывет. Бывает утром, бывает вечером, бывает целый день. Посмотрим. Расшлипал на риску, что теперь домой что ли ехать? Тем более на ложке. Попробую, покидаю. Наверное, сначала поставлю старый добрый отводной. Ну и джик, и все, это здесь вот на глубине. Ну а берегах, скорее всего, буду ловить на воблеры и вертушки. Поставил пока виброхвост, вот такой трехдюймовый. Три дюйма такой универсальный размер. И окунь, и щучка, и судачок может клюнуть. Ну и цвет такой фиолетовый. На фиолетовый обычно на океан нормально. Рыба реагирует. Попробуем. Сейчас попробую прощупать дно, глубину, чего и как. Сейчас попробую еще на джик немножко покидать, может на него чего-нибудь. Даже не знаю, какой вес поставить. Пока 12 грамм поставил. Посмотрим. Достаточно будет или потяжелее надо? Нет, 12 грамм нормально. Здесь не глубоко и течение не сильное. Схватило прямо. Прямо почти сразу. Только кинул. Первая проводка и поклевка. И рылка, кстати, неплохая. Да. Блин, а я сачок не разложил. Так, сейчас попробуем разложить в процессе вываживания. Что за рыба интересная? Сейчас попробуем подтащить, посмотреть. Ух! Ух, как бьется-то, а! Так, фрикциончик ослабим. У меня всего одинарный крючок стоит, поэтому может и сойти. Давит здорово. Похоже на щуку, судя по ударам. У меня, кстати, и поводка-то нет. Ох! Так, сейчас посмотрим. Так, уже почти у лодки. Да, щука. Щука и нормальная. Так, сейчас мы её попробуем завести в сачок. Опа! Есть! Есть, друзья, щучка! Опа! А я уже уходить хотел. Думаю, поклёвок нет. Была одна поклёвка. И всё. А тут вот такая... Ух, какая буйная-то, а! Никак не угомонится. Ты чё, подруга, ты мне сейчас тут всё запутаешь. Поехали! Так, сама уже освободилась. Ну чё сказать. Такая щукенция, наверное, килограмма два. Сейчас даже, наверное, взвешу. Сейчас взвесим щуку. Посмотрим, насколько она потянет. Кило семьсот с небольшим. Ну чё, вполне нормальная щучка. Вот такая красотка мне попалась. Повезло мне, что она за ус зацепилась сбоку, потому что я без поводка, без металлического ловил. Могла бы откусить. Но против течения спротивлялась прям зачётно. Отличный экземплярчик. На кило семьсот потянуло. Ну что ж. Отлично. Я даже не ожидал, что поймаю такую рыбку сегодня. Вот она говорит. Отпусти меня, Маркелыч. Отпусти. Ну, сейчас отпустим. Вот она, красоточка. Скажем ей спасибо. И отпустим в родную стихию. Сейчас. Пока за хвост держу, как начнёт сама уплывать. Так, мы её отпустим. Начинает вырываться. Так, всё, поплыла. Пошла, пошла потихонечку. Пока, до встречи. Вон она хвостиком, хвостиком нам помахала. Спросите, почему я отпустил щуку? Ну, потому что рыбу я вообще очень редко ем, а щуку не люблю. Можно из неё отличные котлеты приготовить, можно закоптить, можно и пожарить. Но мне она не нужна. Зачем губить? Тем более, так мало у нас рыбы осталось в водоёмах. Поэтому отпущу. Вот если это был судачок, то я бы его взял. Судачка я люблю. Особенно копчёного. А взяла щука на классический джиг. 12 грамм головка чебурашка и трёхдюймовая оснастка. Смотрите, крючок как согнулся. Но это, скорее всего, я пока его в этом... Зацепился он меня в подсаке за сетку. Я там тянул. Скорее всего, и за это он погнулся. Так, сейчас выпрямил. Вроде выпрямил. Правда, он не совсем такой, как был. Но... Думаю, нормально будет. Щука клюнула на трёхдюймовый виброхвост от фирмы Minogue. Такого цвета. Вообще, он должен был быть машинное масло. Но он не лежал с какими-то другими... Другого цвета приманками. И покрасился какой-то зелёный цвет. Ну, вот щуке, видно, этот зелёный понравился. Ну, бывает, что цвет-то, в общем, особо и не играет роли. Главное, чтобы тёмный, или светлый, или яркий. Ну, здесь вот тёмные лучше работают. Можно было, конечно, поставить стальной поводок. Ну, тогда окуни и судак всё-таки хуже клюёт. А я люблю больше окунь или судака. Ну, попробую ещё обкинуть. Посмотрим, может, ещё поклевки будут. Глубина там, где вела щука, я так думаю, метра три-два-три. То есть, не глубоко. Ну, здесь такая бугристая поверхность. Где-то глубже, где-то мельче. Ну, вот там она на буграх, видимо, и паслась. И схватила мою приманку. Я когда собирался сегодня на рыбалку, вспомнил, что не взял подсак. Так, думаю, возьму всё-таки. А вдруг клюнет какой-нибудь достойный экземпляр. И с лодки вытащить будет очень трудно. Жалко будет потерять. Поэтому, думаю, дай-ка возьму. И не прогадал. Вот клюнул щучка. И, скорее всего, если бы подсака не было, то, скорее всего, я бы её не вытащил. Есть! Какая-то мелкая совсем рыба. Она кунёк. А, сошёл. Блин, была поклёвка такая тун-тун. И мимо. Ну, или бершик маленький, или окунёк. Он стянул приманку. Кинул немножко в сторону, и поклёвка. Так, ну, я уже уходить собирался, но не даёт мне здесь рыба. Вот только я первый раз собрался уходить, щука попался. Второй раз собрался, и опять поклёвка. Так, сейчас попробуем ещё. Есть! Есть! Так. Как-то странно себя ведёт рыба. Но это не очень крупная. Сейчас посмотрим. Может быть, даже окунь. Так. Кто там? Да, окунёк. Окунёк. Ну, ничего. Такой шарик. Хорошенький. Огром, наверное, 250. До этого была поклёвка, видимо, тоже. Или этого окуня, или другого. Туда же, в сторону кинул. Не вниз в течение, а поперёк. И окунёк схватил. Ну, неплохой такой экземплярчик. Очень даже приятный. И опять на ту же приманку, что я из щука взяла. Три дюйма. Три дюйма. Универсальный размер. И окунь, и судак, и щука разного размера на неё может клюнуть. Поэтому я его и поставил. Вот такая красивая рыбка. Да, водичка остыла. Днём, в принципе, жарко, а вот ночью уже холодно. И поэтому водичка остывает, и хищник становится более активным. Так, ладно. Ещё пару забросов. Никак не могу с этого места уехать. Собирался совершенно в другом месте ловить. Ага, как вот на первое место приплыл, так и ловлю здесь. Ну, грех жаловаться. Если есть поклёвки, почему бы не половить? Правильно? Есть. Эх ты, чёрт. Была поклёвка. Стукнул и даже чуть-чуть протащил, но сход. Ну, похоже опять на окуня. Где-то там вот бугорок, и я туда кидаю, и три поклёвки, одного окуня поймал и две мимо. Попробую сейчас сменить джиг на отводной и туда же кинуть. Может быть поймаю, потому что окунь, как правило, на отводной лучше ловится. А вот щука и судак чаще на джиг. Кроме грязи и слизи плывут даже ветки огромные такие. Какие-то куски пластика. Вообще непонятно откуда это всё плывёт, если этот мусор. Всё, поклёвок больше нету. Удалось поймать здесь щуку и окуня. Ещё были поклёвки, но хочется проверить и другие места. Поэтому сейчас перееду куда-нибудь подальше, выше по течению. Бросил якорь ещё в одном месте. Когда-то, года четыре назад, это было шикарное место для ловли окуня. Ловился только крупный окунь, такой от двухсот до полкило и в количестве. Здесь такие ямы, бугры, неровная поверхность была. Но последние несколько лет что-то здесь не ловился окунь, ну или единичный. Сейчас попробую, вдруг в этом году он опять сюда приплыл. Что радует, здесь обычно много рыбаков, а сегодня здесь вообще никого. Не клюёт что ли, все куда-то в другие места уплыли? Ну попробую. Пока вся рыбалка идёт мне не по плану. Собирался ловить у травы на воблеры, а ловлю посередине реки на джиг и отводной. Посмотрим, что у нас тут с рельефом дна. Сейчас вот к берегу туда кину и поперёк проведу. Если есть какие-то бугры или неровности, то с отводным поводком прям их чувствуется очень хорошо. Как зацепы такие. Грузик начинает стучать, цепляться. О, есть! Да неужели? Первый заброс и окунёк. Вот такой средненький. Так, это мне уже нравится. Ух ты! Да ничего, прям может быть даже хороший, а не средний. Сейчас посмотрим. Да. А это, друзья, не окунь, это бершик. Ну да, здесь берш тоже ловился. Причём хороший. Но это, конечно, мелковат. Окунёк такой был, ещё никуда не шло. Ну а бершик, наверное, грамм 150. Почти малышок. Это берш. Вот у него клыков нету. Смотрите, мелкие-мелкие зубки. А у судака здесь вот такие большие клыки. А у берша нету. И полоски такие у него побольше. И на жаберных крышках чешуя. Вот отличие берша от судака. Спасибо, друг, отпустим его плавать дальше. Пошёл. Бершик это, конечно, хорошо, но хотелось бы окуня. Ну или берша покрупнее. Почему окунь? Ну потому что окунь, как правило, всё-таки рыба стайная. И если одному поймаешь, то есть ещё возможность половить. Берш по-разному. Бывает тоже ловится сериями, а бывает, что и по одному. Так, ещё один заброс. Так, пока поклёвок больше нет. Сейчас попробую дальше кинуть вон туда. Сработала на этом месте примета. Если поймаешь на первом забросе, то больше поклёвок не будет. Так и есть. Бершик поймал, и всё. Дальше тишина. Ни на джиг, ни на водой. Сейчас попробую чуть ниже по течению спуститься. Сейчас поискать надо неровности дна. Здесь их практически нет. Сейчас здесь попробую. Сейдин. Сегодня на реке тишина. Ветра нет. Народу практически нет, мало очень. только цапли кричат все время дурным голосом цапель развелось вообще полно раньше так было не очень много сейчас прям через каждые 100 метров сидят по несколько штук клюнул наконец-то окунек но совсем киписочный еле-еле даже сомневался есть около нет но чувствую что есть но совсем мелкий да вообще это до размер все-таки вот такого отпустим конечно нашел я в гребенку где от в одно идет постукиваю по дну тун-тун-тун-тун-тун-тун и вот все-таки клюнул но раньше здесь крупная была сейчас мелкий мы посмотрим может может покрупнее будет по крайней мере место интересно если бывают поклевки окуня на холостые то я меняю приманку на более мелкую вместо 3 2 дюйм поставил попробую сейчас должен поймать есть помогла смена приманки я так и думал были поклевки но две поклевки обе холостые на 3 дюйма поставил 2 дюймовый и вот он уверенная поклевка и кстати неплохой окушок если это окушок до этого бершик был мне кажется все таки что это окунь посмотрим да это окунь и уже неплохой раньше здесь вот такой окушок это был самый мелкий остальные крупнее ну а сейчас вот такого поймать уже за счастье такой грамм 200 неплохой окунек приятно так дернул с подтяжкой с оттяжкой красавчик поставил 2 дюйма приманку на которой она прошербалки окуней тягал и окушарик клюнул надеюсь еще еще будет так а что это у меня поводок отдельно друзья что такое застежка на она расстегнулась последнее время какие-то застежки продают ненадежные они все время расстегиваются вот хорошо сейчас окунь был некрупный и застежка расстегнул снова слетела уже здесь меня в лодке надо все время проверять то так бывает с расстегнутой застежкой кинешь и вся оснастка улетает очень далеко и и навсегда так куда я там кидал там туда что ли ну все закономерно вот нащупал бугриста и дно такое с ракушкой с перепадами и вот там есть поклевки окуня ничего себе когда делаю паузу длинную то поклевка такая отдай спиннинг аж фрекцион трещит это не особо похоже на окуня сейчас посмотрим поклевка была какая-то не окуневая и спротивляется как-то давит сейчас глянем кто там не окунь но это тут уже достойный окунек достойный подобрал надеюсь подобрал ключик к окуньку вот такой 250 наверное грамм может даже 300 красавчик надеюсь подобрал я ключ к окуньку во первых место вот это где неровности дна бугарки во вторых 2-дюймовая приманка и довольно длительная пауза на паузе он пах бах такой отличный экземплярчик рыба как чувствует когда я ее собираюсь отпускать они не забирать вот когда думаешь надо наловить рыбу там копчушку там или еще на жарешку она зараза не клюет а сегодня вот я сказал себе не буду брать рыбу но и вот и рыба клюет а я ее отпускаю и отпускаю ладно на следующей рыбалке буду брать если она ловится конечно будет есть еще один этот сошел сошел тоже был неплохой и это взял уже ближе к лодке пауза обязательно здесь просто быстро быструю проводку делаешь нет вообще поклевок нет начинаешь от паузу две-три секунды и рыбка реагирует я еще вот на прошлой рыбалке заметил особенности сегодня она тоже работает а вот на джик когда я ловил там именно нужна была активная проводка минимальной паузой таких приманок 2 дюймов осталось мало у меня сколько 4 штуки а было десяток перед прошлой рыбалкой на отрывал сколько то что на них клюет я их часто ставлю и соответственный расход большой получился насаживаю с открытым крючком из-за этого еще больше зацепов ну и поклевок так больше я уже много раз замечала поклевок больше поэтому приходится рисковать перестал клевать окунь то ли я его там весь выловил то ли аппетит у нее закончился да еще зацеп такой прям жесткий поэтому сейчас оторвется вообще все поэтому снимусь якоря под пол попробую освободить ну и скорее всего день в другом месте попробую половить проверю еще одно старое место когда-то здесь и судак и щука даже самов небольших я ловил сомик такие кило килограмм два килограмма такие но потом рельеф сильно менялся и яму немножко затянуло там там коряга такая лежала и корягу стащила попробую предыдущих местах что-то ловилась может и здесь будет так что-то мне тут петля какая-то образовалась сейчас он чтобы бороды не было так бороды нет уже хорошо здесь поклевок я не увидел надо переезжать куда-нибудь в другое место е-мое были две поклевки подряд и и мимо недалеко от лодки сейчас попробую счету даже кинуть сначала был стук там еще такой более уже внятный стук и все равно мимо как я не старался но больше поймать ничего не удалось вот сколько сейчас уже время почти четыре часа где-то как в час пол первого час закончились поклевки нет поклевки еще были две-три но все такие еле-еле в общем время уже позднее поэтому будут собираться на сегодня хватит что хотелось бы сказать заключение сегодняшней рыбалки ну во первых я рад что все-таки собрался на лодке проверил мотор он работает может будет еще собрать на лодке идти по рыбалке тоже все неплохо когда не ожидаешь тогда обычно клюет рыба но вот сегодня я думал вообще ничего не поймаю почти сразу поймал хорошую щуку я так думаю повезло ей по голове видимо попал потому что как кинул только катушку крутанул она уже сидит потом окуньки еще были неплохие эти уже трудовые такие вот на отводной ловил сегодня в основном на джик отводной до тех мест куда я сегодня собирался я вообще не доплыл собирался поплыть вверх по течению и там вдоль травы кидать воблеры вертушки туда даже не добрался воблер вертушки покидал но здесь вот недалеко вся рыбалка сегодня здесь от места где я спускал лодку рядом ну значит следующий раз поплаву туда другие места сегодня на сегодня все я с вами прощаюсь всем всего доброго до новых встреч всем пока а